Всем здравствуйте, друзья! Продолжаем играть в фазмофобию без улик, без рассудка, без успокоительных и всего такого на Близделл Фармхаус. Скорость призрака 100%, детектор АМП, датчик движения и направленный микрофон. Так, начнем с того, что я возьму вот эти вот зеленые очки. Зеленые очки, окей. Я возьму Бонни, я возьму... Да, давай сначала так закинем. На Близделле я же куда-нибудь спрячусь, я же не умру с порога, надеюсь. Ну, в общем, мне эти штуки в любом случае пригодятся. Здравствуйте, света здесь нет. И кидаю где-то здесь. Кидаю где-то в этом районе, в принципе. Так, термометра я кину, АМПшку тоже кину. Атаки пока не было. Самое ближайшее прятательное место это вот за часами как раз. Но очень печально, что там нет света. Свет либо в мастерской, либо... Это же Близделл. Это что показывают? Это показывают... Не поняла. А, свет в мастерской, типа, да? Окей, благовушка берется. И давай подрубим свет. Мне кажется, что призрак взаимодействовал где-то недалеко от входа. Ну, ясно, хорошо. Атаку атакует? Атаку атакует? Вот из-за радио я не слышу вообще ничего. Что-то слышу. Что-то... Ну, вот это радио сделали экстра бесячее. Чисто жестко бесячее радио. Так, он здесь обитает. Здесь обитает. Камеру, конечно, возьмем. Огонька, конечно, не видно. Так, не, не ходи в стену. Не ходи в стену. Свет еще никто не включал. Нам нужно детектор МП засечь. Я вот сюда его кину, посреди комнаты. Знаешь, что мне показалось? Мне показалось, что у него скорость меняется. Ну-ка, температура. Да, падает. Так, а что насчет света все-таки? Давай сходим за светом. Да, конечно, это радио мне испортило всю атаку. Но он поднимался по лестнице 100%. Да, ой, как хорошо. А где он там прибавлял скорость? Где сбавлял? Либо он постоянно всю атаку был с равномерно высокой скоростью? Не знаю. Пока трудно что-то сказать. Покажись. Покажись. Так, это у нас что? Смотри, эта скорость 100% это очень быстрый призрак. Это либо Морои, либо Тае. Это не Диоген у меня бы нашел. Морои Тае Ханту, не Ревенант. Ревенант ускоряется на игрока, а не просто так. Как еще можно определить, как сказать, отделить Мороя от Тае? Это что такое? Да я понимаю, что ты не Они. Тае и Ханту это два призрака фазмофобии, которые не ускоряются при зрительном контакте. То есть при атаке, если они тебя видят, они не будут ускоряться. Такой вот есть вариант проверки, кто это. Плюс к тому, если это Морои, то когда мы посидим какое-то время в его комнате, он сбавлять скорость не будет, а Тае, конечно же, будет. Тае, конечно же, будет постареет и станет более медленным. Но не всегда можно так сходу сказать, что это Тае. Потому что стареет он достаточно медленно. Так, а он съехал, да, отсюда? Съехал куда-то примерно вот сюда. Нифига не сюда. А, вот подожди-ка, он сильно замедляется? Спалил, спалил, спалил. А ты что, умный что ли? Ты как-то догадался до этого. Ты как догадался до этого? О-о-о! Нифига, он меня чуть не убил. Слушай, это что, Ханту что ли? А? Да, постфактум здесь, в чем? Это... А, подожди, 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 подожди. Он выключил щиток. Конечно, Ханту выключать щиток очень выгодно. Очень выгодно. Потому что тогда, когда он выключит щиток, он сможет быть быстрым не только в определенных областях, но и во всем доме. Но, понимаешь, отстань. У меня все равно фотика нет. Понимаешь, в чем прикол? А прикол в том, что так как он выключил свет и видно, призрака мне нифига не будет, мне бы, конечно, лучше куда-то спрятаться при следующей атаке. Ну так, чтобы не помереть часом. И, честно, не понимаю по температуре. Падает, как бы, здесь. А, камера на мимико. Опа, 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 опа. Я видела обилку Ханту. Я видела обилку Ханту. Прикинь. Офигеть, как так? Ну, я видела обилку Ханту только что. Пиши в комментариях, если ты тоже видел обилку Ханту и ты знаешь, что это такое. Сейчас 100% она была. Это вообще офигеть. Так как я ее рассмотрела так? Нифига, я прям случайно увидела. Ну, это 100% Ханту. Посмотри, задание. О, задание датчика движения направленного. МП-шку-то я принесла, а смысла-то нет. Датчик движения и направленный микрофон. Нифига, интересная катка получается. Так, направлен микрофон и датчик. Так, ну без благовошки тоже заходить не вариант. Давай направим микрофон. Вот так вот я его скину. И возьмем датчик. Ну, вот вопрос. Датчик, ну пусть он пройдет на датчик при атаке. Как бы, а что? А что мне до его комнаты ходить? Тем более, я не знаю, где его комната. Мне кажется, он начинает вот с той части дома. Не понимаю, почему. Вот здесь он пройдет. Ну, вот тут сто процентов он пройдет. Так, а потом нужно направить и послушать. Вот-вот-вот, где-то вот в районе кухни или, может быть, дальше. Спасибо, было страшно. И очень громко. В какой телефон он звонит? Это было настолько громко? Может быть, это вот здесь где-то? Ну, там же мастерская, правильно? Чего творит? Непонятно. То есть, смотри, еще раз убеждаемся, что щиток выключен. Щиток выключен. Это значит то, что ханту должен быть быстрым везде. Попробую сфотать, но я не знаю. Опять я пилку видела. А, вот и датчик. Датчик, он, конечно, прошел. Фотография не получилась. Это стопроцентный ханту. Как так-то прикол получился. Замедлился на втором. Подожди, а что он... Почему так? Разве недостаточно еще остыл дом? Да, понятно, уже все поняли. Ханту выключил щиток, и, соответственно, локация начала остывать. Прошло некоторое время, прошла уже одна атака, прошла уже вторая атака. И тут я слышу, что призрак все равно в некоторых областях замедляется. То есть ханту же быстрый в том месте, где он обитает, и где он примерно ходит. Температура в месте обитания призрака падает еще ниже, чем в остальном доме. И в этих областях он очень быстрый. Но не должен ли он, после того, как выключит щиток, быть равномерно быстрым по всему дому? Вот это вопрос. То есть, понимаешь? То есть, я сейчас сижу и понимаю, что либо я что-то путаю, либо как. Я не понимаю, почему, но почему-то мне казалось, что если ханту вырубит щиток, то он будет равномерно быстрый по всему дому. Я не знаю, бред не бред, но, по сути, сейчас такого не было. Сейчас он явно замедлялся в тех областях, в которых он не обитает и в которых он не ходит. Ну и поехали! Да, абсолютно верно, друзья. Это действительно был ханту. Верно определила тип призрака, сделала три задания. Получила бонус за расследование 175 долларов. Это была сложность 9.50. И за эту карточку с двумя дневными заданиями я получила 3475 долларов. Подробные статистики посмотрим, что нам говорят. Любимую комнату менял пять раз. Нифига себе переездун. Способности использована ноль. Четыре густавента и пять охот. Продолжаем играть без улик и рассудка на Риджью Корт. Возьму сразу вот это, вот это, вот и благовошку. Так, задание спугнуть пока преследую, заряжать благовоние возле призрака и найти его детектором ЭМП. И камеру я для начала тоже возьму. О, у нас рассвет. Нифига себе, сказал я себе. Привет, здрасте. Все плохо, кажется, все плохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, пришлось обкурить и засечь. Это не кто-то, связанный со скоростью. Также это не Риджи, потому что там есть камера рабочая. А как-то ходит странно. Я не знаю, на близнецов еще надо посмотреть. Но. Без благовония я туда не пойду. Даже не думая, ничего не пойду туда. Надо еще найти свет. А, хотя у меня же на этой сложности свет-то на карте обозначен. Правильно же? Свет-то это что? Это низ? Походу это низ. Благовоние и, 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 и. Он где-то на входе. Давай закинем раз пять, а там еще по заданию ЭМПшку надо взять. Хотя бежать, конечно, поздновато. У нас минута двенадцать. Чего? Как это минуту двенадцать? Димон, что ли? Как там минуту двенадцать? Опять жесть пришлось. Я что, не буду сегодня это, сеть включать? Да не может быть дух. Болин. Болин. Атака через минуту десять-минуту двенадцать где-то примерно вот так вот она началась. Это уже третье благовоние, которое я беру. Немного ли? Или что там, что там лучше взять на Димона? Знаешь, мне охота весь грузовик перенести. И вообще, конечно, включить свет, который в подвале. Да уже минута прошла. Он трогает теперь эти шкафы. Шкафы в гараже. Офигею с него. Ты как там оказался-то? Брат призрачный. На. На тебе распятие и сиди с ним. Если я пойду вниз, минута двадцать. Не. Вниз не хотеть. То есть, по-любому, вначале он начинал атаку где-то со входа, вот здесь. Теперь он начинает с гаража. Начал атаку в гараже и прошел мимо этих шкафчиков. Хорошо, давай засечу время между атаками. Допустим. Сейчас подождем, пока атака кончится. Засекаем между атаками. Так, тихо. Так, благовушка есть. Все, я бегу свет включать. То есть, через сколько он начинает следующую атаку? Ну, просто ради интереса. Это был пар? Двадцать пять секунд. Дай проверю. Да, двадцать пять секунд. Блин, мне кажется, это Димон. А как еще? Он просто душит атаками и все. Но можно для верности еще раз, например, обкурить и посмотреть. Скорость сохраняется одинаково при всех атаках. Можно действительно еще раз обкурить и еще раз засечь. Третий раз уже. Так, ключ я беру. Свет, я что-то не попала. Вот сюда попала. Да, да, да. А почему ты распятия не кушаешь? А, извините. Извините. Кто добавил то, что выключается свет при съедании распятия, тот плохой человек. Нехороший. Зачем так делать? Теперь свет реально включаешь по пятьдесят тысяч раз. Так. Так. Жесткий, жесткий, да, жесткий. А теперь начнем атаку, конечно. А, нет. Я просто хотела на него посмотреть. Ну, что можно полезного сделать? Например, я почти уверена, что это Димон. Ну, не знаю. Хотя, конечно, четких, прям супер четких доказательств у меня нет. Кроме того, что между атаками примерно 25 секунд атакует через минуту 20 в среднем. В среднем. Так. Я могу, например, взять фотик. Дождаться, когда атака будет при свете и, как бы, сфотить его. Сюда иди. Так. Атаку атакуй. Так. Как бы поставить все правильно? Это неправильно. Атаку атаку атаку. Вот это правильно. Интересно будет посмотреть, сколько раз он переехал. Вот атака. Посмотрим на товарища. Ну, вот он идет с дубиной. Что-то я не попадаю, что ли? Скажи, что я попадаю. Нет. Нет. Ну, кто еще это может быть такой дикий? Вот это точно не может быть. На полтера не похож. На мюлинга не похож. На абаку ничего не менял. На близнецов я погорячилась. На мимико огонька нет. На одрю не проверял никто. На миража не проверял никто. Фантом они, по сути, я должна была сейчас посмотреть, но я, как всегда, не посмотрела. На джина разгона нет. Тень не жрет распятие, когда я в ее комнате. Ну, как-то так. Экспресс-метод называется как-то так. Это что? А, ну я и говорю, что это не джин. Я же говорю, что это демон атакующий через минуту 0-3. Сто процентов тебе говорю. Найти доказательства при помощи ЕМП. Блин, конечно, хочется сфотать его. Он что, ко мне идет? Смотри, он сейчас при этой атаке пришел проверять то место, где он последний раз меня видел. Реально, я тебе говорю, он пришел так делать. У него память не короткая оказалась. Он же там доатаковался? Да. Доатаковался, выключил электричество, доказал, что он точно не джин. Так, так, так. Потом, смотри, что тут? А, подожди. Это была последняя, что ли, благовошка? Так, подожди, прицел. Где мой прицел? Мне же ЕМП надо сделать? Да, ЕМП надо сделать. Нет, с демоном много проблем, на самом деле. Иногда бывает, сидишь и просто там катка реально 30-40 минут, ты понять не можешь, что он там демон это или не демон. Опа! Часто тяжеловато в определении. Но вот он начинает реально душить атаками. Прямо душить. А, благовошка-то есть. Круто! Ага. Главное, не забыть снять вот эти очки зеленые. Ну, смотри. Это не фантом. Это не фантом. Сто процентов. Наверное, не ОНИ. Призрак, одна звезда. Ну, что такое? Ну, хотя бы одна звезда, ладно. Так, вот так вот. Потом вот кто тут остался такой странный-странный? Странный Анриона, которого не было проверки. Мирожане было проверки, но и никаких признаков этих призраков нет. Я думаю, что Димон. Тихо! Тихо, не бей! Последняя благовошка улетела, кстати. Если это будет не Димон, то я не знаю, кто еще может так делать. Да, абсолютно верно, друзья. Это действительно был Димон. Верно определила тип призрака, сделала все три задания, получила бонус за расследование 185 долларов. Это была сложность 9.50. И за эту карточку с дневным заданием я получила 3.620 долларов. Так, и что у нас по подробно? Любимую комнату менял 4 раза. Не усекла 4 раза. Это как? То есть, получается, он планомерно переезжал от входа в гараж. Или как-то так. 4 способности использовал, 2 густовента и 7 атак. Вот такие расследования сегодня получились, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить. И мы с вами очень скоро встретимся в новых видео. Всем хорошего настроения. И всем пока-пока.